Поэтому еще раз подчеркну девушке, прежде чем давать жизнь, самой надо стать живой. Прежде чем дать ребенку здоровье, нужно самой стать здоровой. Не можно, а нужно поднимать внутренние органы, как раз чтобы не было рецидива. И обязательно нужно укреплять мышцы тазового дна. До беременности папиллом не было, теперь все обсыпало. Беременность это состояние иммунодефицита. И если исходно был иммунодефицит, да еще и беременность, вот там и могут проявляться и папилломы, и кандидоз, и герпес, и оборясывающие лишай, и простуды, и все что хочешь. Поэтому еще раз подчеркну девушке, прежде чем давать жизнь, самой надо стать живой. Прежде чем дать ребенку здоровье, нужно самой стать здоровой. Значит, вопрос не по теме, но вправлять шейные позвонки с хрустом, чтобы кто-то это делал, нельзя. Это травма, это путь к травме, это путь к большим осложнениям. Не трогаем шею никогда. Как приобрести растяжки? Привести в норму эндокринную систему, чтобы там все было хорошо, чтобы щитовидная железа хорошо работала, чтобы было достаточно витамина Д и так далее. То есть, это вот целая вселенная, чтобы ваш коллаген, ваша несладительная ткань были здоровыми. И когда вот живот начнет растягиваться, удержал коллаген правильную структуру, чтобы не расползся. А местно, это мы обрабатываем маслом авокадо. Это одно из наилучших масел для улучшения эластичности кожи. Можно у него добавить капельку на 10 мл масла основы, 2 капли масла грейпфрута или мандарина. Как выбрать правильного специалиста по рекомендациям, по отзывам, а там уже, как говорится, разведка боем. Мальчик 13 лет, с колео второй степени. Как попасть на прием? Звоните по телефону в шапке профиля. Записывайтесь на консультацию. И 100% вам нужен эндокринолог. Выкидыш на 8 неделе отказалась от выскабливания. Как помочь очиститься матке? Спасибо. Ну, вообще, стандартная гинекологическая практика после выкидыша, конечно, выскабливать. Потому что существует риск, что какая-то частичка останется и может вызвать воспаление. Поэтому стандартно все-таки проводить выскабливание. Но если вы решились пойти таким вот нестандартным путем, то, во-первых, вам надо пойти на УЗИ. Это первое, что нужно сделать. Посмотреть, нет ли там остатков. Если они есть, то тогда лучше все-таки их выскаблить. Но здесь более щадящий вариант удаления содержимого полости матки – это вакуум-аспирация. Когда вводится плоснасовый наконечник, он не такой травматичный и просто высасывается то, что в матке осталось. Когда можно заниматься вакуумом живота, операция гиста удалена частично из яичника. Ну, через месяц после операции вполне можно. Как поднять опущение почек, как отдельно поднимать почки, я не знаю, потому что что-то же их должно удерживать. Здесь задача укрепить соединительную ткань и поднимать комплекс органов в целом. Потому что опущение почек не бывает без опущения кишечника, опущения внутренностей. И когда мы поднимаем внутренности, мы предотвращаем дальнейшее опущение почек. Два месяца болит правая сторона. Правая сторона чего? И тошнота, скажите, что делать? Если болит правая сторона тела, то, конечно же, нужен остеопат. Тошнота. Признак того, что тело очищается. И здесь элементарный совет – это пить больше жидкости, чтобы стимулировать очищение тела. Идеальный вариант – обратиться к традиционным акушеркам, которые могут конкретно вам дать вопрос по вашей ситуации, что делать при данном состоянии. Возможно, к специалистам по здоровому питанию, которые также занимаются этими вопросами, к нутрициологам. От тошноты женщинам помогает нажать на точку P6. Точка P6, меридиан легких. Мы сгибаем запястье. Смотрим, где нижняя складочка. Вот нижняя складочка. К ней прикладываем наши три пальчика. И вот примерно на середине, под третьим пальчиком, будет такая болезненная точка. Прямо можете нажать и почувствовать на нее. Точка P6. В течение дня несколько раз раздражайте ее на одной и на другой руке. И статистически достоверно уменьшается тошнота. Для животам нет, валик не нужен. Восемь каких-то не до чего-то беременностей. Недоношенных, что ли, да? Болят голени. Но здесь, конечно, в первую очередь эндокринолог. Эндокринолог и подъем внутренностей. Кисты яичников противопоказания. Для подъема органов сначала разберитесь с кистами. Как поднять внутренние органы. Упражнение на ютубе. Животов. Подъем органов. Наберите. При миоме заниматься подъемом внутренних органов можно. Сильный варикоз. Матку удалить при потере ребенка. Девушка стройная, подтянутая. Живот невест. Видимо, живот висит. Да, даже при значительной худобе связки, подвешивающие, поддерживающие кишечник, могут быть растянуты. Поэтому нужно поднимать внутренние органы. И это можно сделать и нужно. Хруст в суставах, конечно, говорит о слабости соединительной ткани. Потому что соединительная ткань как раз удерживает, она и составляет с собой капсулу сустава, связки. Она удерживает сустав в правильном положении. Так что здесь, конечно, прием витамина Д, эндокринолог и остеопат, чтобы наладить симметрию тела. Можно ли убрать варикоз? Если вы поднимете внутренние органы, вы уберете фон для усиления и усугубления варикозного расширения вен. Но если вена уже чрезмерно растянута, то она не уменьшится. Но, по крайней мере, она не будет прогрессировать. Если есть сильный косметический дефект, который вы хотите убрать хирургическим путем, то сначала поднимите внутренности, а уже потом убираете косметический дефект. Иначе, если вы внутренности не убрали, не подтянули, то будет рецидив. И операция пойдет в пустую. На какой стороне физиологично спать? На удобной. На удобной стороне. Вот как вам удобно, так и спите. Я из Германии. На которое время нужно приехать, чтобы попасть на прием и восстановиться? У всех по-разному. Я не знаю ваших проблем. Сложно сказать. Не видя. Но в среднем, у взрослого за год мы выполняем около 10 сеансов. Около 10. Сеансы по году распределены неравномерно. Вы можете приехать, например, на неделю. Сделать за неделю сеансы 4. Потом уехать на месяц. Сделать еще. Потом 2 сеанса по приезду. И потом приехать еще несколько раз. За один приезд это будет проблематично. Должен быть интервал между сеансами, чтобы тело успело отработать то, что мы ему дали. Опущение. Передней стенки матки. Первой, второй степени. Видимо, вы говорите не про стенку матки, а про стенку влагалища. Рекомендованная операция. Очень не хочется. Конечно, Елена не хочется. И, конечно, лучше избежать операции, если это возможно. Для вас показано. Первое. Подъем внутренностей. Второе. Укрепление мышц тазового дна. Вот прямо делайте в день 10 тысяч сокращений. Много-много-много раз. Эндокринолог. Чтобы укрепить стенительную ткань. Как минимум, витамин D в дозе 10 тысяч международных единиц ежедневно. Скорее бы я на вашем месте обратился еще и к остеопату, чтобы подтянуть еще извне внутренности, чтобы поскорее процесс пошел. И тогда есть шанс на то, что ситуация стабилизируется. Но если вдруг не подтянется передняя стенка влагалища, то результаты операции будут намного-намного лучше. Не будет рецидива. Ну и есть еще способ лазерной коррекции, когда воздействуют лазером на слизистую. И она подтягивает это наименее инвазивный способ. Но еще раз. До того, как что-либо делать оперативным путем, обязательно выполните все консервативные методы помощи. Дочке 7 лет, за последний год опустилась лопатка, сместилось все тело, повело в сторону, были у двух остеопатов, 6 приемов, ничего не помогает. Значит, вам нужно, конечно же, больше, чем 6 раз. И у самых лучших специалистов. И при этом вам нужен эндокринолог. Такие нарушения говорят о слабости стенительной ткани. Мышцы связки не удерживают. Да, я исходно гинеколог по первой медицинской специальности. Сейчас я остеопат. Остеопатом работаю уже давно. Дольше, чем гинекологом. Поэтому, обладая компетенцией в разных сферах, я могу давать более точные рекомендации. Сделана операция передней занятий стенки влагалища. Может ли быть рецидив и можно ли поднять, можно ли делать упражнение для поднятия органов? Да, рецидив может быть. Как говорится, дай бог, чтобы у вас его не было. Не можно, а нужно поднимать внутренние органы, как раз, чтобы не было рецидива. И обязательно нужно укреплять мышцы тазового дна. И когда вы все это сделаете хорошо и качественно, никакого рецидива не будет. И все результаты операции сохранятся. Месячные не идут второй месяц. Груди уплотнение, 49 лет. Надо обратиться к гинекологу, сделать УЗИ матки. Сходить в смотровой кабинет. Была на приеме у хорошего теопата. Посмотрел, сказал, смиритесь. Я не знаю, какой ваш диагноз. И в некоторых случаях действительно приходится говорить людям, что мы не можем исправить. Не все можно сделать, но очень многое. Всем девушкам, кто написали благодарность, говорю, что она доходит и что очень приятно это видеть. Как выровнять прилив молока? Сложно сказать. Единственный способ, хоть как-то немножечко выровнять, это чтобы ребенок больше сосал из своей груди, где его меньше. Но шанс, что сработает, небольшой. Если по-разному железы устроены, если разное кровообращение в железах, если они отличаются по количеству железистой ткани, то это не исправить. Остеопаты по России. Ближе всего к вам, Новосибирск, Томск. Там наши филиалы. И я могу отвечать за работу специалистов в этих филиалах.